Концы катушки, намотанной на кольцо, которое может вращаться вокруг горизонтальной оси, через скользящие контакты, выведены и присоединены ко входу электронного осциллографа. Если крутить эту катушку в магнитном поле Земли, то мы видим, что на ее концах возникает переменное напряжение, и луч на экране осциллографа колеблется вверх и вниз. Вместо магнитной стрелки можно использовать катушку, через которую пропускается электрический ток. Если ток достаточно сильный, то, взаимодействуя с магнитным полем Земли, катушка ориентируется так, что направление ее оси как раз и будет указывать на север, как у магнитной стрелки. Магнитная стрелка ориентируется вдоль веры. Это направление вектора индукции магнитного поля Земли. Обычно магнитную стрелку располагают на вертикальной оси, она может вращаться только в горизонтальной плоскости. Однако, если ось стрелки установить горизонтально и дать ей возможность вращаться в вертикальной плоскости, то можно определить направление вектора индукции магнитного поля Земли в пространстве. Оказывается, что он наклонен под определенным углом к горизонту, который зависит от широты. Известно, что в области однородного магнитного поля на диамагнитный образец действует вращение. Это вращающий момент, если образец вытянутый. Этот вращающий момент стремится установить образец перпендикулярно магнитному полю. При включении электромагнита длинный висмутовый образец, подвешенный на ниточке между полюсами электромагнита, действительно ориентируется поперек силовых линий магнитного поля. Магнит стригции называется явлением изменения размеров и формы тела при его намагничивании. Магнит стригции может иметь и положительные, и отрицательные значения. Здесь для демонстрации магнит стригции, которая по величине весьма невелика, используется биметаллическая пластинка. Более длинная латунная пластинка склеена с несколько более короткой никелевой. При включении магнитного поля в электромагните, никелевая пластинка укорачивается, а латунная остается той же длины. Поэтому склеенные пластинки изгибаются, что приводит к отклонению луча света, отраженного от латунной. На паромагнитный образец аналогичной формы действует момент сил, стремящийся развернуть его вдоль силовых линий поля при включении магнитного поля электромагнита, что мы и наблюдаем. В качестве такого образца можно использовать не только металлический паромагнитный образец, но и, скажем, раствор паромагнитной соли, помещенный в стеклянную вытянутую ампулу. Теперь подвешиваем ампулу на ниточке между полюсами магнита и также включаем магнитное поле. Мы видим, что при этом ампула ориентируется вдоль силовых линий поля. Выключаем и снова включаем поле. В неоднородном магнитном поле на феромагнитные образцы будут действовать очень большие силы, стремящиеся втянуть этот образец в область более сильного поля. У нас имеется образец, связанный из пучка тонких проволок. Однако у него довольно большой размагничивающий фактор, и поэтому сил, создаваемых катушкой, не хватает для того, чтобы втянуть весь этот образец в поле. Однако, если проволоки освободить одну от другой, то размагничивающий фактор сильно уменьшается, и по отдельности проволоки легко втягиваются в катушку. Рассмотрим падение диэлектрического и металлических дисков между полюсами электромагнита. Мы будем наблюдать торможение проводящих дисков, связанное с взаимодействием индуцированных в дисках токов с внешним магнитным полем. Продолжение следует... Продолжение следует... По параллельным направляющим, расположенным на торце катушки, может свободно кататься дюралевая проводящая трубка. Через катушку будем пропускать электрический ток, который подается путем замыкания ключа справа. Направление тока в контуре, содержащем проводящую трубку, коммутируется левым ключом. Пучок заряженных частиц электронов. Продолжение следует... Изменяет направление движения при поднесении как отрицательно заряженной ибонитовой палки, так и постоянного магнита. Причем изменение полярности конца подносимого магнита приводит к изменению направления смещения электронного пучка на противоположное. В параллельной цепи из катушки индуктивности электролампы при размыкании ключа наблюдается существенное усиление силы тока через лампу. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...